Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Бизнесмен, топ-менеджер корпорации мировых лидеров, норильский никель «Русал», группа «Н-Плюс», «Уралхим», председатель совета директоров государственной корпорации федерального уровня, федеральный центр логистики, стратег-антикризисник, управлял крупнейшими инвестиционными проектами от 6 миллиардов долларов. Поверьте, это еще не все, я могу перечислять долго. Алексей Архипов, Леш, добрый день. Здравствуй. Ты знаешь, у нас аплодисменты, специальные хлопушки, их даже было недостаточно, пока я перечисляла все твои звания, регалии, и это при том еще не все. Леш, спасибо большое за то, что ты пришел к нам сегодня в гости. Да, спасибо вам за то, что пригласили. Очень интересно поговорить и, в частности, может быть, даже начать разговор с важных мероприятий, которые стали проводиться в столице благодаря тебе. Очень важные мероприятия для крупных руководителей компаний, для основателей брендов, для топ-менеджеров, где люди, в общем-то, за два часа могут сделать огромное количество успешных, заключить каких-то соглашений, переделать кучу дел и потом спокойненько отправиться отдыхать, возможно, даже на месяц, в отпуск и так далее. Скажу честно, ну, в интернете очень много ходит только положительного, разумеется, про так называемые лакшери-завтраки. Если позволишь, с них и начнем, но, может быть, отталкиваться нужно как раз от компании Retox. Если только положительное, значит, где-то я недорабатываю. Да, так, это интересно. Потому что, наверное, и негативное тоже должно быть, потому что, когда есть такая компания машиностроительная, которая производит, крупнейший мировый лидер, который производит автозапчасти для известных торговых марок, для автопрома, вот у них есть такое понятие «наш бриллиант». Вот что вы думаете, что они вкладывают в это понятие «бриллиант»? Нет, без твоей помощи… Это брак. Это брак, как раз. Это брак, да, потому что компания настолько она технически качественно выпускает свой продукт, что если вдруг появляется брак, они его называют бриллиантом, и они его изучают досконально, да, все службы технические, всякие службы изучают, для того, чтобы уже в следующий раз этого не происходило. Вот, поэтому, и я думаю, что если у меня, да, критикуют, я должен брать, мотать на ус и делать еще лучше, да, устранять ошибки. А что получается, если все-таки уже все отлично складывается и нет этих промо? Ну, и нет предела к совершенству, да, потому что, опять же, когда я создавал проект «РТОКС», я думал, что это не токинг-площадка, которая будет собирать ярких спикеров. Так. Будут интересные темы, будут интересные участники и гости. А когда это, кстати, было? Когда «РТОКС» появился? Первое событие у нас было вечернее. Это 20 апреля, пятница вечер, отель «Шаратун Пейлос». А год? 2018-й, конечно. Это совсем недавно это все произошло. Мы собрали вечернее мероприятие, пригласили лучших спикеров. Была тема у нас IT-блокчейн. И все заснули. Именно поэтому было принято решение все-таки делать «РТОКС». Нет, не заснули, а просто настолько событие затянулось. Это же не просто. То есть у нас была один час деловая часть, а потом уже развлекательная программа. Все прекрасно послушали деловую часть. И уже после деловой части в пятницу вечера не надо никуда тусоваться, ехать, искать площадки, какие-то ночные клубы. У нас все на месте было организовано. Фуршет, ужин, вино, медиаперсоны и развлекательная программа. И вот у нас последние гости около 4 часов утра разошлись. Хорошо поработали, хорошо отдохнули. Да, примерно 100 человек было. И это было пока единственное наше мероприятие вечернего формата. Но все меня просят, все, кто был на этом мероприятии, просят, когда же еще? Пока мы проводим деловые завтраки, мы провели 9 деловых завтраков. Ну а как все-таки было принято решение именно на утренний сегмент спуститься с вечера? На утренний сегмент, ну это тоже формат, потому что мне кажется, что приятно и с полезным всегда хорошо совмещать, когда ты можешь по дороге на работу позавтракать в хорошем люксом ресторане, хорошо позавтракать, послушать интересных, ярких выступающих спикеров, познакомиться с интересными гостями за одним столом. Это не где-то у нас кто-то сидит на трибуне, вещает, рассказывает, и к нему... Доступа нет никакого. У нас все дружески, у нас спикеры рассаживаются по разным столам, ты можешь, вот, если это федеральный министр, ты с ним за одним столом сидишь, общаешься, знакомишься. Да, и завтракаешь еще при этом. Да, завтракаешь, знакомишься, завязываешь деловые, важные деловые бизнес-контакты, и, опять же, можно провести, такая есть опция провести закрытые бизнес-переговоры на площадке. В это же самое время, утром? Да, да. Скажи, пожалуйста, где-то в интервью я читала или слушала, ты говорил, что, в общем-то, с самого начала ты поступал следующим образом. Все приглашенные, это твои знакомые, так или иначе, из разных компаний, да, которые в течение жизни тебе подались на твоем жизненном пути? Или нет? Или это неверная информация? Ну, да, в основном, кто приходит ко мне как спикер выступать, я лично этих людей знаю, и знаю, что это за люди. И, конечно, пытаюсь этих людей, может быть, там, в другой постасе показать и раскрыть этих людей. Но, опять же, вот приходят ко мне гости на мероприятие, и эти гости потом становятся спикерами моих мероприятий, с кем я не был знаком. Вот за эти несколько месяцев, которые уже существует, проект ProTalks, у меня столько появилось деловых контактов и связей, знакомств, это, ну, безумное количество. А самая главная цель... На фоне того, что у меня и до этого еще было большое... Да, понятно, прилично, конечно. А самая главная цель, твоя желание, ради чего все это было? Помочь каким-то компаниям подружиться? ProTalks — это сделки. Эта сделки — это бизнес-контакты, это мероприятия. И я формирую бизнес-сеть, бизнес-сообщество, которые, то есть люди могут друг другу чем-то помогать и вести совместный бизнес. Когда вот у меня был первый деловой завтрак, я посмотрел, кто у меня присутствует, и я сразу сказал, господа, вот смотрите, мы здесь сидим, мы все корпорация. Если мы сейчас все успешные люди, 40 человек, которые были на завтраке, соберемся, создадим компанию, то мы станем лидерами мирового рынка. Да, да, да. Нетворкинг — это агентство ProTalks, то после последнего нашего успешного мероприятия по риск-менеджменту я его переформатирую, что это уже не просто агентство, а это система ProTalks. Это система ProTalks, которая в себя интегрирует огромное количество опций. Это не только завтраки, это не только... А сам нетворкинг, он что подразумевает, вот если брать... Нетворкинг — формирование деловых связей, деловых контактов. Вот, но твои мероприятия, они гораздо шире, мощнее и круче. Да, да. Прямо говорите. Да, да. Да, да. Друзья, вот такая мега интересная беседа и потрясающие гости. Вставайте с нами, у нас сейчас короткая музыкальная пауза, мы обязательно вернёмся в студию. Продолжается программа, друзья, у нас сегодня в гостях Алексей Архипов, основатель ProTalks, бизнесмен, топ-менеджер корпорации мировых лидеров. Да, перечислим, есть чем гордиться. Норильский никель, русал, группа N+, Уралхим, председатель Совета директоров государственной корпорации федерального уровня, федеральный центр логистики. Мы начали с Алексеем разговор о лакшери-завтраках. Очень интересных мероприятиях. Лёш, скажи мне, пожалуйста, но ты же не первый в Москве занялся подобными проектами. Ну, наверное, кто-то этим занимается, потому что завтраки, да, то есть это не новый формат, они постоянно проходят. Но, однако, ты точно знаешь, что все остальные завтраки очень сильно отличаются от тех завтраков, которые проводишь и организовываешь ты. Отличаются. Даже, ну, честно, давай скажем, будучи спикером на этих самых других завтраках, да, скажем так. Да, не будем называть имена. Нет, конечно. То есть, когда меня приглашают, я ходил на деловые завтраки, на форумы, на мероприятия. Ну, честно говоря, скучновато, во-первых, да, не тот формат спикеров, да. И, ну, если тебя приглашают на завтрак, тебя сажают накормить. Ну, конечно. Хорошо накормить. Хорошо, конечно. Какие деловые переговоры на голодную жилу? Конечно. Это не мыслимо. Вот, поэтому у меня вот этот пазл сложился, когда у меня яркие, интересные личности, спикеры, раскрываются еще, как я говорю, в другом качестве совершенно. Хорошая дружественная атмосфера, общение, знакомство и хороший сытный завтрак. Действительно хорошие, люксовый уровень. Даже прям захотелось позавтракать, но время уже обедать. Приходите, приходи. Хорошо. Я хочу вот несколько тем назвать, которые были затронуты, раскрыты на бизнес-завтраках, на лакшери-завтраках. Вот, например, 6 сентября пришел закрытый деловой завтрак «Женщина-лидер бизнес и семья». Ну, понятное дело, собраны были, наверное, только женщины-руководительницы, да? Сколько человек в среднем вот на завтраке из спикеров? Здесь у меня было 4 спикера. Опять же, для формата завтрака 4 спикера – это многовато, но у нас все блестяще прошло. Все успели высказаться, рассказать. А сколько человек может вместить в себя? Все же проходит, давай расскажем, где в президент-отеле. Да, то есть мы выбрали интересную площадку, вот особенно в летний период, это просто классная площадка. Президент-отеле, ресторан «Барин», 14-й этаж, смотровая, изумительная смотровая веранда, площадка на храм Христа Спасителя. Москва-река, теплоходы проплывают, памятник Петру Первому, Кремль. Боже, если хорошая погода, то это просто сказка. Да, вот у нас как раз совпало, что хорошая погода еще была. И в прошлый завтрак у нас 21-го числа прошел, тоже была хорошая погода, все на веранде собираются, пьют чай, кофе, знакомятся до мероприятия, целый час ей знакомятся, общаются. Потом всех рассаживаем за столы и начинаем уже активную деловую часть. И на лакшери-завтраке действительно у меня были яркие представительницы женского пола. Тема, многие считали, что она провокационная, но у нас все прошло гладко и хорошо. И договорились до того, что, а может ли женщина в перспективе у нас в России стать президентом страны? И каков же был вывод? И вывод такой, что те женщины, которые у нас присутствовали, их активные жизненные позиции, она говорит о том, что не исключено. Нет ничего невозможного. Главное держаться вместе и регулярно посещать лакшери-завтраки. Да, вот как раз был также завтрак с владельцами, я вижу, лакшери-брендов управления качеством жизни. Кто и как готовит духи для президента страны? Вот я не знаю, кто... Да, у меня была Ирина Прозорения. Она тоже у меня выступала. Это уже другой завтрак, это не женщина-лидер, это лакшери-завтрак. Да, 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 мы говорим, что это был другой. Ирина Прозорения, она вдохновилась Востоком, Бахрейном. И вот приехав в Россию, она решила создать что-то необычное, необычные ароматы, разрабатывает самостоятельно, ароматы делает персональные. Вот люди, которые у нас в списке Forbes, ну очень многие пользуются ее ароматами этих духов. Она попала в десяточку, значит, она прям... Да, но там флакон, вот такая большая коробка, ее раскрываешь, там такой огромный, хрустальный, красивый флакон, и во флаконе 10 миллилитров духов. Ах, вот оно что, в чем секрет? Но эти духи одни из самых дорогих. Можно себе представить, да, вот 21 сентября прошел завтрак, эффективное управление корпорациями в условиях экономической нестабильности, риск-менеджмент. Что-то произносится, вот, например, в подобной теме действительно интересное, то, что может заинтересовать присутствующих? Мне кажется, столько, много об этом говорят кругом и всюду, и в интернете на вам информации. Ну, я собрал лучших представителей из направления риск-менеджмента. Это компания «Газпром», Яна Крухмалева, руководитель направления проектов по управлению рисками и управлению проектами. Это еще не все. Чемпионка мира по тэквондо, три высших образования. Невероятная. Мать троих детей. И человек, который рассказал интересные вещи по риск-менеджменту. Например, вот на фоне революции 4.0, диджитализации, это еще и угроза. И она рассказала, как, например, мы в России, наши корпорации купились на западные ERP-системы, которые, по сути, они заточены, во-первых, решать задачи, если бизнес идет в текущем, в нормальном, воправляемом режиме. И он не рассчитан на нашу такую российскую действительность, это во-первых. Ну, а во-вторых, эти ERP-системы, они еще заточены на то, что информация утекает не туда, куда надо. Что совершенно не нужно, конечно. И вот один из крупнейших проектов корпорации, он чуть не рухнул из-за того, что как раз компания купила западную дорогую IT-систему. И вот Яна как раз рассказывала о том, как они все хорошо, все новое, это хорошо забытое старое, и как она нашла наш российский аналог, совершенно более простая система, но на которой решает важные системные задачи по управлению рисками. Потом у меня был директор по управлению рисками, советник, председатель совета директоров компании Роснано, Константин Дождиков, который рассказал о управлении рисков в венчурных проектах. Компания Роснано, она оскомину набила и руку набила на управление новыми венчурными проектами, поэтому он рассказал тоже такие очень важные вещи для бизнес-сообщества, как в этой сфере управлять. И выступил профессор, профессор президентской академии подготовки управленческих кадров Фурта Станислав, который рассказал про политические риски. Ну впечатляет список спикеров. И это действительно три ярких человека, и я не побоюсь сказать, что это не просто российского масштаба руководители, а это мирового масштаба люди. И вот как раз Яна Крахмалева, человек целеустремленный, человек, который ставит цель, поставила цель стать чемпионом мира по тэквондо, она стала. Поставила цель, если мама трех детей стала. Да, если она ставит цель, что у нас в России будет лучшая в мире система по управлению рисками, значит, это мы увидим в ближайшее время. Друзья, в самое-самое ближайшее время у нас коротенькая пауза, а после чего мы продолжим общаться с Алексеем Архиповым, оставайтесь обязательно с нами. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Продолжается наша программа, друзья. Алексей Архипов у нас в гостях основатель «Рутолкс», бизнесмен, топ-менеджер корпорации, мировых лидеров, директор государственной корпорации, федерального уровня, федеральный центр логистики. Продолжаются у нас разговоры в тот момент, когда вы смотрите и слушаете клипы. Мы все продолжаем разговор как раз о лакшери-завтраках, о мероприятиях, поговорили, которые уже прошли, рассказали о темах, которые были затронуты. Сейчас же вот у нас грядет, близится закрытый деловой завтрак «Россия-Китай. Особенности ведения бизнеса». 18 октября, в общем, есть возможность еще спланировать свое утро этого 18 октября и, в общем, заглянуть, есть ли интересна эта тема. Загадочная душа китайского предпринимателя, как успешно совершать сделки с китайцами. Все это очень интересно. И это все написал я. Даже текст этот, я понимаю, да. Здесь еще и копирайтер. Ошибок нет пока, во всяком случае. То, что я вижу на полях мероприятий, встречи с инвестором, ну и, конечно, знакомства. Я так понимаю, что, конечно, само собой разумеется, будут представители Китая. Надеюсь, что будут представители Китая. Тема родилась из того, что у меня на втором моем завтраке в отеле «Шаратон» была девушка, которая проживает и работает в Лондоне. У нее свой образовательный бизнес, проект. Она, когда приехала снова в Москву, несколько дней назад, она, между прочим, сказала, а я вот в Китае жила. И я хотел бы рассказать про Китай, как выстраивать отношения с китайцами. Я говорю, о, а что же ты молчала? Так. И родилась тема. Преамбула такая. У нас сейчас, на текущий год, на 2018-й, товарооборот между Россией и Китаем составляет порядка 80 миллиардов долларов. На среднесрочной перспективе, примерно где-то к 2025 году, товарооборот, ожидаемый товарооборот будет порядка 250 миллиардов долларов. То есть мы понимаем, что бизнес-отношения укрепляются с Китаем и растут с огромной прогрессией. Соответственно, на фоне внешнего политического давления со стран Запада, мы вынужденно начинаем, наша страна, двигаться, поворачиваться лицом на восток. И, естественно, мы сталкиваемся с... уже столкнулись наши предприниматели, бизнесмены, даже крупные фонды прямых инвестиций столкнулись с такой проблемой, что сложно с китайцами-то выстроить отношения. Да что ты! Если, например, вы встретились, поговорили с китайцами, пожали руки и даже подписали контракт, это ничего не значит. И очень сложно, если к тебе приезжают китайские делегации, не один раз приезжают китайские делегации и говорят, что мы инвесторы, мы сейчас миллиард долларов в этот проект вложим и так далее, а потом оказывается, что в этот проект вкладываешь ты в итоге. А все сливки остаются в китайской стороне. Опять же, ведь мы смотрим, сколько туристов из Китая у нас сейчас в России идет. Очень много. А где деньги от турпотока? Просто я почитал статья, оказывается, что вот там масса, многомиллионная масса китайских наших гостей, которые приезжают в Россию, все деньги уходят туда. Вот именно туристическая бизнес-модель выстроена таким образом, что в России остаются копейки. Но мы должны зарабатывать на туризме. Да как же это могло получиться? Поэтому у меня будет Елена Брун, она будет выступать одним из спикеров, которая проживала несколько лет в Китае, свободно владеет китайским языком, успешно совершала сделки с китайскими предпринимателями. А это возможно только при глубоком знании китайского языка? И она расскажет, как же раскрыть и понять китайскую душу. Она тоже загадочная, как и российская. И она расскажет, как правильно достигнуть результата. Как достичь правильной сделки, подписать контракт и при этом еще и заработать денег. Не потерять, а заработать денег. Безусловно, я постараюсь пригласить еще китаистов, людей, которые эффективно работают. Конечно, может быть у них есть какое-то другое мнение или еще каких-то парус секретиков. Обязательно нужны полярные мнения, чтобы мы родили истину. Еще одну истину родить, я знаю, собираетесь вы, Леш, вместе со своими участниками лакшери-завтраков, истину, касающуюся частного и государственного образования. Да, насколько я знаю, где-то на конец октября вполне возможно состоится. Да, опять же, у меня как раз на завтраке женщина-лидер была тоже уникальная, яркая женщина, Марина Шилкина, основатель детских садов «Филипок» и основатель школы лидеров. И мы решили с ней совместно создать тему по образованию, которая у нас еще не была. Мы прошлись по всем направлениям, по всем отраслям экономики практически. У нас осталась нераскрыта еще тема как раз образования, и там мы хотим поднять несколько важных тем. Я приглашу Марину Шилкину, приглашу, мы предварительно договорились, что будет тоже известная женщина, это Татьяна Минеева, которая является членом общественной палаты Московской области, является членом общественного комитета, председателем общественного комитета при правительстве Москвы по образованию, вице-президент деловой России. И также я приглашу еще двух представителей, чиновников высшего ранга, это Министерство культуры и Министерство образования. Конечно, они должны знать, что вы там обсуждаете. И мы обсудим проблематику дошкольного и школьного образования, постараемся, если хватит время, поднять более высокую планку и высшего образования. И я еще приглашу представителей застройщиков. Это будут первые лица. У нас завтрак с застройщиками был, но здесь немножко другая тема высветилась. Тема связана с тем, что, оказывается, когда застройщики в Москве, в Московской области застраивают жилые кварталы, они как социальную нагрузку берут на себя обязательство строить социальные учреждения. Это, например, школы, детские сады. И, оказывается, есть проблема. Школу построили, детский сад построили. Кому на баланс отдавать? Ну да, и суток засекает. Муниципалитет не очень хочет. А частные люди, может быть, об этом и не знают, что есть такая возможность взять построенную школу. И вот эту проблему мы тоже хотим вместе с регуляторами осветить, чтобы ее решить на нашем завтраке. Хорошо, Алексей, скажи мне, пожалуйста, о родителе детишек, значит, могут ли оказаться, должны прийти и узнать, может быть, про какую-то школу хорошую, про детский сад какой-то, поделиться своими чаяними? Ну вот интересную мысль вы дали. Хорошо. Давайте посмотрим видео. Видео как раз прошедшего, одного из прошедшего завтраков. Лето, красота. Посмотрим. Ну, Алеш, попрошу тебя как раз, может быть, прокомментировать нам. Вот так вот это все происходит с самого начала. Да, вход в этот самый... Да, это вот президент отеля 4-этажа. Это как раз Ирина Прозорения, она показывает свои ароматы. А это все происходит еще до, наверное, момента завтрака. Да, это люди приходят, фотографируются. Это вот представители бизнеса, собственники бизнеса, телеведущие известные наши. Вот Наталья Зотова на экране. Ну все очень довольны, видно, что всем очень нравится. Да, вот это как раз Лана Камилина, основатель люксового салона Лана Камилина. На экране только что промелькнула посол Исландии, госпожа посол Исландии. Кстати, состоялась сделка на завтраке. Прямо во время завтрака? Да, ну на полях завтраки прошли переговоры и состоялось. Через 10 дней был подписан контракт между послом Италии и топ-менеджером строительной компании, которая была у меня на завтраке. Подписали контракт на поставку строительных технологий в Исландию. Вот это вот суть моих мероприятий. Вот это веранда как раз, вот смотровая площадка, веранда. Да, а я как раз хотела спросить, а место тобой специально было выбрано вот такое, чтобы и вид, и внутри, и еда, чтобы все было на нашем уровне? Я место специально не выбирал. Мне позвонила знакомая, коммерческий директор президента отеля и сказала, Алексей, а не хотели бы вы у нас провести деловой завтрак? Я приехал, посмотрел, увидел изумительный вид и сказал, да, будем делать. Делать завтраки здесь. Будем делать только здесь. Столы, я вижу, что, да, наполнены. Да, полны столы. Все очень хорошо. Два часа, по-моему, да, отводится на подобное мероприятие? Два, два с половиной часа. Еще исключение. Гости собираются, у них есть час до начала мероприятия в неформальной обстановке познакомиться, пообщаться, посмотреть на Москву, пофотографироваться. Вот Линда Нематулина выступает, киноактриса, кинопродюсер, дочка известных киноактеров, которые снимались в «Пиратах 20-го века». Да, замечательно. Представитель «Роснефти». Были же примеры, я знаю, Алексей, когда затягивался завтрак, ты практически уже приближался к ужину. Да, завтрак плавно переходящий в обед и близится к ужину. Вот завтрак как раз «Женщина-лидер». Настолько было много эмоций, настолько было интересно, я не мог остановить Наталью Ротенберг, которая выступала, не мог остановить Эльвиру Аргубаш, которая очень интересно выступала. И вишенка на торте Яну Кухмалёва, которая рассказала о себе, что она топ-менеджер «Газпрома». И это ещё не всё, да, и чемпионка мира под кван-до. И как она стала чемпионкой мира, да, отвела детей в секцию. Сижу на лавочке, жду, когда вот дети закончат. Думаю, а что сидеть, пойду позанимаюсь. Ну вот человек позанимался до чёрного пояса. Ну пример, это пример, это как раз для многих очень хороший пример. И, соответственно, вот завтрак, да, у нас за трёх часов затянулся дня, но я думаю, что никто не расстроился. Мы делаем выводы, друзья, если кто-то сейчас подумал и решит собраться всё-таки на лакшери завтрак, отправиться, ну вот, например, может быть, 18 октября Россия-Китай, особенности ведения бизнеса, лучше, конечно, отвезти на это мероприятие день. Ну на всякий случай. Вдруг всё в 12.30 не закончится, опять затянется на несколько часов. Да, 21 сентября был последний завтрак, именно чисто бизнес, это уже не богемный, да, что-то именно чисто бизнес. И мы чётко встроились в тайминг, ровно в 12.30 мы закончили нашу официальную часть, и дальше уже просто был нетворкинг, общение. Ровно через 2 минуты и 32 секунды мы с Алексеем вернёмся в эфир. Будьте с нами. Программа «Лучшая в стране» телерадиоканал «Страна.ФМ». Друзья, продолжаем общаться с Алексеем Архиповым. Про бизнес-лакшери завтраки узнали очень много чего интересного, и я просто убеждена, что обязательно нужно там постараться оказаться непременно, а тем более уж если есть собственный бизнес, а тем более уж если хочется дальше развиваться. Сайт «Рутокс» помощь, правильно я говорю, Лёша? Да, смотрите, то есть хэштег «Рутокс» в социальных сетях, заходите, найдёте. Там подробная информация о том, как о стоимости, о месте проведения, как раз анонсирование предстоящих мероприятий. Да, и кстати, то есть я даю возможность, помимо того, что присутствуют собственники среднего крупного бизнеса, генеральные директоры крупнейших корпораций, я приглашаю на свою площадку и начинающих предпринимателей, и людей, которые начинают свою карьеру. У меня есть такие люди, приходят, и даже вот на фоне вот этих ярких спикеров выступают. Это тоже хорошая площадка для того, чтобы заявить о себе, рассказать о себе и сделать какой-то месседж для бизнес-сообщества. И заключить сделки. Это очень важно, да, конечно. Я хочу немножко по твоей биографии прибежаться, если позволишь. Ну, немножко не получится. Немножко, но у нас всё равно время ограничено, поэтому сколько у нас получим. Ну, значит, история такая. Московская Академия экономики и права, да, и курс МГИМО и Совета Европы по направлению борьбы с коррупцией и отмыванием денег. Но была ещё и Московская Духовная Академия. Да, богословское образование. Это удивительно. Эта история совершенно неожиданная во всём перечне огромного количества крупнейших компаний. Скажи мне, пожалуйста, ну это же всё-таки было первое образование. Ну да, это первое основное образование. И как раз вот то, что я есть, это как раз вот тот фундамент, та платформа, основание, которое вот благодаря чему, да, то есть этому образованию я состоялся. Это же очень важно. Это было по собственному желанию или, может быть, как это часто бывает, по, ну, такому заставлению родителей? Ну, на Аркадем меня никто не тянул. То есть это было моё решение, и родители, и никто из друзей, знакомых меня к этому не подталкивал. И тогда, это вот начало 90-х, конец 80-х, это был непростой шаг, во-первых, а во-вторых, и непросто было поступить. И это было что-то необычное и удивительное. И для меня это было такое некое решение, вызов, да, пойти и поступить. Я поступил, и не только поступил, а и закончил, диплом получил. То есть путь был пройден до конца. Ведь очевидно, что после завершения учебного заведения, значит, два пути было у тебя, да, либо продолжить образование в этом направлении, или уже служить, а либо менять профиль. Вот здесь твой выбор был с чем связан. Да, но мы начали тогда не сначала. Тогда надо начать с того, что до того, как я поступил в Академию, до этого, учась в средней школе, я поступил в институт. Это сейчас Свято-Тихоновский богословский институт, он открылся тогда, на тот момент, и я параллельно, то есть сначала я учился в школе, 10-11 класс, потом садился на электричку, ехал в Москву, из-под Москвы. После уроков. После уроков, и учился еще в богословском институте. Возвращался на следующий день опять в школу с утра, и так далее. Да, но я об этом никому не рассказывал, что я уже в институте учусь. И таким образом, когда я поступал в Академию и семинарию, я практически уже был выпускником богословского института, но я принял решение, что я не стал получать диплом, и бросил, и поступил уже в другое учебное заведение. А потом, почему именно это образование? Я бы не сказал, что два пути, путь он один у человека. Дороги разные, могут быть разные дороги, но в итоге мы приходим все равно к какому-то одному финишу, к какой-то финишной черте. И я не исключаю, что то фундамент и то образование, которое я получил, оно будет использовано по назначению. Все может быть, и быть все может. Как интересно, невероятно. Большой опыт, Леша, работы за рубежом в разных странах. Может быть, я не все сейчас перечислю. Ты, пожалуйста, внимательно следи за тем, что буду. Республика Гвинея, Западная Африка, Черногория, Румыния, ну и большое количество регионов, конечно, Российской Федерации, в том числе Мурманская, Кировская, Пермский край, Республика Тывак, Красноярский край и так далее и тому подобное. Ну, в общем, тоже приличный такой списочек. Скоро я, вот не удивлюсь, если ты и в Китай отправишься тоже, ну, организовывать ваши завтраки. Да, не везде я был, потому что часть регионов, которые вы озвучили, это присутствие бизнеса, да, в этих регионах и проекты в этих. Ну, до Владивостока я не доехал, например, еще. Вот все еще впереди. Да, Мурманская область, это компания Норильский никель, Кольская горно-металлогическая компания. Красноярский край, это, опять же, Норильск. И это один из проектов, в управлении которым я участвовал, это Гринфилд-проект по разработке крупнейшего в мире угольного месторождения. Это 2014 год. Вот Гвинея, республика, уникальнейшая страна, это отдельная история, отдельная передача. Главный опыт, полученный в Гвинеи, который ты, может быть, для себя вот там получил, и теперь используешь в жизни и применяешь. Есть такой? Или вывод, может быть, к которому ты пришел? Ну, вот все мы представляем, что Африка – это вот страна, там, третьего мира, да, там, и так далее. Но когда я приехал на то предприятие, на котором я работал, это был уникальный опыт, уникальнейшие предприятия, которые построили французы. 40 лет этим предприятием управляли французы, и там настолько были выстроены все технологии бизнес-системы, как швейцарский механизм. Вот, и это классно, это супер. Я получил уникальнейший опыт, когда еще в России тот же самый «Русал» начинал внедрять то, что уже давно на моем предприятии существует. Это, конечно, уникальный опыт. Теперь понятно, как ты потом попал в «Русал». Немножечко такая цепочка. А это и был «Русал», это и был «Русал», да. А, понятно. Друзья, у нас опять музыкальная пауза, но после нее мы обязательно вернемся в студию. «Лучшее в стране». На телерадиоканале «Страна-ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Алексей Архипов сегодня в программе «Лучшее в стране». Основатель «Рутолкс», бизнесмен, топ-менеджер корпораций, мировых лидеров. Норильский «Никель», «Русал», группа «Н-Плюс», «Уралхим», ну и так далее, и тому подобное. Совсем немножко времени у нас остается, но невероятно интересный гость. Совершенно не хочется расставаться, но знаю точно, это верный признак того, что наша встреча обязательно повторится. Алексей, тебя очень часто приглашают в качестве, не знаю, спикера, бизнес-тренера. Не только в нашей стране, но и приглашают за ее пределы. Одна из важных тем, о которой ты рассказываешь, может быть, надо чаще рассказывать, может быть, к нам специально прийти с этой темой. Как стать собственником за один день? Это реально? Бизнеса. Бизнеса. Бизнеса, да, не недвижимости, хотя все взаимосвязано. Ну, я сейчас пошучу, да, то есть это реально. Идешь в 46-ю налоговую. Так. Регистрируешь ИП. Так. Либо юрлицой, ты становишься собственником бизнеса. А дальше? Ну, если ты хочешь стать, на самом деле это секрет, это очень большой секрет, и я рассказываю это за деньги, за большие деньги. Ну, один из кейсов, могу сказать, по моему личному убеждению, я сам создавал стартапы, да, с нуля проекты, и из 10 тысяч стартапов у нас за год выживает только один. Ой-ой-ой, грустно как. Почему выживает? Потому что, как правило, человек придумывает идею, а надо это кому-то или не надо, он не знает еще. Вот. Нужна потребность рынка. Если ты решаешь чему-то головную боль, что это проблема, соответственно, инвестор сам к тебе придет с деньгами. И у нас человек придумал идею, у меня светлые мозги, ясная голова, дайте мне денег, вот эта методология, эта система сейчас не работает. Когда ты приходишь к инвестору, говоришь, дай денег, конечно, он тебе не даст. Если ты приходишь, здравствуйте, а я вам деньги принес. А где деньги? А вот, пожалуйста, прочитайте, вот здесь деньги. И все по-другому. Важен подход еще, да. Вот. Опять же, я сторонник того, что зачем что-то создавать невероятнейшими усилиями. Изобретать велосипед, да, ты имеешь в виду? Да, когда уже есть действующий бизнес, и ты можешь его просто выкупить. Если у тебя нет денег выкупить бизнес, ты можешь занять эти деньги, пойти в банк, оценить сначала свои возможности, сможешь ли ты этим действующим бизнесом управлять, сделать оценку бизнеса, собрать команду эффективную, которая может не только этим бизнесом управлять, а еще и развивать этот бизнес, чтобы он приносил еще большую прибыль, тогда ты приходишь в банк, даже можно в государственный банк наш прийти, и сделать заявку на кредит, в качестве залога выкупаемый актив оставить. И тебе примерно 60-70% от стоимости, от нужной суммы тебе банк с удовольствием выдаст. Остальную часть денег ты, например, можешь договориться с продавцом о выплате в рассрочку. Вот, пожалуйста, бизнес-кейс на поверхности, все просто. Да, который, друзья, обычно за большие деньги нам несказанно повезло, хотя, не знаю, возможно, счет будет выставлен Алексеем после программы, после того, как пойдут титры. Вот, это один из кейсов таких, там, у меня еще, там, может быть, десяток таких вариантов. Могу привести пример. Самое главное не сидеть на месте, самое главное действовать, двигаться, и тогда вы достигнете результата и успеха. Леша, скажи мне, пожалуйста, на сегодняшний день ты сам продолжаешь познавать что-то новое, искать какую-то информацию, или, в общем-то, можно сказать, что все, ты уже гуру бизнеса, и только можешь своими знаниями делиться за большие деньги? Ну, у меня пока еще короны на голове нет, она мне еще не жмет, и нимб еще не светится, поэтому все впереди. Ну, ты, значит, находишься иногда в поисках какой-то информации для себя? Ну, знаете, вот этот проект, вот этот проект от Окс, это колоссальное для меня открытие, необычное. Я столько открываю на этих мероприятиях, во-первых, я открываю себя и людей, и открываю то, к чему мне еще можно стремиться на примере тех людей, которые у меня выступают. Леша, я абсолютно точно вижу вот по атмосфере на том видео, которое мы посмотрели, что там очень уютно, там очень комфортно. И все это, и все эти светящиеся радостные лица успешных людей, все это, конечно, благодаря тебе, твоей энергетике, твоей мысли, твоим присутствием там и полностью пропускание через себя всего, что там происходит. Я тебя искренне благодарю за нашу встречу сегодняшнюю. Я хочу пожелать процветания, Ротолкс, и пусть в том числе и лакшери завтраки, наверное, в конце концов, возможно, перейдут и на какую-то более еще большую площадку, потому что желающих будет очень много, и, может быть, барин не сможет вместить даже. Хотя для тебя специально, может быть, выстроят какую-то еще одну веранду дополнительную. В общем, так, спасибо огромное, и до новых встреч. Спасибо, Страна.ФМ, за приглашение. Спасибо большое, друзья, и вам. Алексей Архипов был сегодня у нас в гостях. До скорого.